Сурос! Сурос режим! Год существования игры это был самый и балансный, самый крутой автомат в игре. Потом его встречали стражи и во втором, и в третьем году игры в разных обличьях, но запомнился он в первую очередь за первые месяцы игры. Разработчики это конечно знают и потому даже во вкладке с подробной информацией написано «Ностальгия орудия войны, стиль – важная составляющая победы, редкие виды оружия выдерживали испытания временем дольше чем надежный режим Сурос». Ну ладно, хватит ностальгии, давайте наконец разберемся, что из себя представляет этот автомат сейчас. По перкам. Основное – наследие Сурос. Патроны из второй половины магазина наносят больше урона, а иногда восстанавливают здоровье после убийства. В ветке на выбор – раскрутка и двухрежимная ствольная коробка. Выбрав первый, вы увеличите скорострельность при прицеливании, выбрав второй, понизите ее, но увеличьте урон. Ну то есть при стрельбе от бедра он будет быстрым, а при прицеливании более точным, дамажистым, но медленным. Обычно стражи выбирали второй перк. Итак, насколько он хорош и попал ли он в мету? Нет. На данный момент лучшими экзотиками для ПВП все же являются крыло бдительности и гравитоновое копье. Печально, что и тот же подарок Уриила будет перестреливать Сурос чаще всего, однако это все равно хороший автомат. Ну то есть в умелых руках вы сможете убивать, вытаскивать ганфайты на средней ближней дистанции, но на дальней у Суроса сейчас шансов нет. В текущую картину ПВП Сурос с трудом вписывается. Все стражи либо держат дистанцию из мощных пульсовок, либо бегут в дикий раш с ППшками типа антиопы. Нужно признать, что Сурос будет показывать себя хорошо только при прицельных попаданиях в голову. В таком случае он будет убивать противников с достаточно хорошей скоростью. Из личного опыта могу дать совет чередовать режим стрельбы от бедра с прицельным. Начали встречать противника на расстоянии с прицелом и медленной, но точной стрельбой, а затем продолжите стрелять от бедра, таким образом увеличив скорострельность и влив в противника вторую половину магазина с большей скоростью. Ведь как мы помним из основного перка, вторая часть обоймы наносит увеличенный урон. Кстати с этим тоже будьте осторожны, многие игроки, я в частности, имеют привычку перезаряжаться после каждого ганфайта, но тут вам эта привычка может помешать, ведь вы по сути как раз и меняете патроны с большим уроном на обычные. В любом случае я желаю вам скорейшего получения этого экзота, если вы играли с ним в первой части, не плачьте, папочка вернулся домой. А на этом все, спасибо за просмотр, не забудьте глянуть обзоры на другие экзоты из дополнения военный разум на канале и подписаться. До связи!